Украшением любого современного города являются парки, сады и прекрасные исторические сооружения. Но нередко мы видим вместо этого торговые палатки. В Москве с этой проблемой решили бороться кардинально. Сегодня снесли 97 торговых и офисных точек. Дойдет ли эта волна до Истры и нужно ли это городу, пока неизвестно. Нужно. Потому что город должен быть чистый, он должен быть благоустроенный, должен быть для людей. Понимаете, а не для торговцев. Потому что это все мешает. Причем было в едином стиле, а то все равно в разнобой. Любой город и в любое время надо наводить порядок. Вы знаете, я вам ничего на это не могу сказать. Хожу себе, ничего не вижу, мне ничего не мешает. Конечно, крайности не всегда хороши. Торговые центры нужны. Но они должны быть построены в соответствии со всеми требованиями современного города. Не создавать пробок и не портить внешний вид улиц. И, конечно, прежде всего они должны быть удобны жителям. Так сейчас уже есть жалобы на строительство одного из торговых центров, который находится около железнодорожной станции Истра. Во-первых, здесь вечная пробка. Абсолютно вечная пробка. Как люди туда будут ходить, никто не знает. Вот мы здесь находимся, мы здесь стоим. Здесь не проехать, не пройти. Пешеходные переходы вообще глупость. Загородили. Вот посмотрите, вот просто все загорожено. Как они туда будут ходить? Это какими надо обладать мозгами, чтобы разрешить здесь строить, чтобы здесь поставить этот торговый центр. Это ненормально. Без этого достаточно, Микарска. Не знаю. Может, людям понравится, кто здесь живёт. Уже на следующей неделе администрация Истры будет обсуждать ситуацию, которая сложилась с незаконными торговыми объектами. И вполне возможно, как и в Москве, их станет меньше. Фарида Кочеткова, Максим Барышев, Михаил Моралов и Странет ТВ.